Рады, что вы так горячо приветствуете нашего сегодняшнего года с Александром Киркиным. Здравствуйте, спасибо большое за такое приветствие. Ну, что мы сегодня делаем? Я как на работу сюда хожу. Александр, ну мы только рады. Сегодня у нас в преддверии Дня Защитника Отечества, я так понимаю, презентация поузащитника. У нас очень символичный повод, поэтому в первую очередь о новой книге я предлагаю поговорить. Ну и, как обычно, может быть, ответим на вопросы, которые будут поступать в аудиторию. Да, хорошо. Пожалуйста, готов говорить о книге, задавайте название, соответствующее дню. Расскажите, пожалуйста, как вообще эта книга родилась, какие тексты вошли в нее и удивлены были узнать, что вы вернулись к рассказам? Ну, родилась, как обычно, без мук. У меня вообще все без мук рождается. Мук, как я не умею. Родилась сама после того, как издатель сказал, что пора рожать. Что давно уже книги не было и лучше всего родить до гендерных праздников, как это принесли сегодня богомерзко называть. Потому что в гендерные праздники повышается продажа книжек. Я сказал, пожалуйста, я могу родить когда угодно. А, собственно, говорю, давай придумаем название. Я говорю, давай такое многозначительное, чтобы все думали о чем это, искали второй, третий смысл. Я говорю, хорошо, давай полузащитник Родины. Я говорю, а что это означает? Просто название хорошее. Говорит, его будут миллионы раз интерпретировать, думая, что я имел в виду. Я говорю, прекрасно, так и назовем. Но вот, тем более, к 23 февраля, мне кажется, нет лучшего подарка для служивших на военной кафедре. Это основное масса населения, которому подарить полузащитник Родины и им там сказать их место, указать достаточно конкретно. Ну вот, книги у меня появляются всегда как побочный эффект всей остальной деятельности. Это не моя основная цель. И если бы, честно говоря, не издатель, я бы их и не выпускал. Потому что с выпуском книги связано очень много заморочек. Надо проверять, какие рассказы вышли. Книга, это, как мне кажется, в основном выставка достижений Анны Ксенц, художника моих всех обложек. То, что обложки у меня лучшие в стране. Текста нет, а обложки да. И обложки всегда одного и того же автора. Как происходит книга, получается. Мне нужно работать в театре. Читать рассказы в театре. Я пишу только для этого. После этого, когда собирается достаточное количество рассказов, я их уже много раз прочел в театре. Они отработали один раз. У меня задача, как у человека предельно алчного, чтобы текст отрабатывал раз в пять. Он отрабатывает второй раз в книжке. Потом он будет третий раз в театре. Четвертый раз в кино. И пятый раз он будет в английском переводе. Вот, собственно говоря, такой незатейливый конвейер. Здесь набралось достаточно рассказов уже, чтобы книжка была не совсем тонкая. Тоньше уже нельзя. Тоньше уже нельзя. Шрифт больше тоже уже нельзя. Бумагу тоже она максимально толстая. Ну вот, собственно говоря... Это единственное, что ограничивало, я так понимаю. Да, все. Так бы я еще... И тут 12 рассказов — это три театральные программы. Вот, собственно, рассказы разные. Все они уже экранизированы, кстати. Как только получилось обратным путем. Рассказы есть драматические, трагические, комедийные. Абсолютно, повторюсь сразу, на жанровые. И мне показалось, что пора снова выпустить сборник рассказов. Потому что предыдущий «Идеальный Че», уже все, что можно, с ним произошло. Он, конечно, меня с точки зрения театра вынес в космос. Потому что 1 марта в современнике премьера на главной сцене премьера «Интуиции». А 12 марта премьера «Идеального Че» в театре Ермоловой. Ну, это там одни из основных театров Москвы. И, конечно, для меня это большое достижение. Ко мне уже совсем сложно придраться. То есть раньше меня не любили только писатели. Теперь не любят еще и драматурги все. Это приятно. Я не любовь к человечеству, конвертируя в деньги весьма успешно. Александр, я знаю, что вы как-то сравнивали этот новый сборник с музыкальным альбомом. Почему такие ассоциации у вас родятся? Это красиво, хорошо продающее объяснение. Потому что тебе удобно упаковать все в 12 треков. И тогда не нужно объяснять драматургию, почему эти или иные рассказы. Человеку сразу понятно. А, это как альбом? Эта идея мне пришла в первый раз, когда я делал альбом действительно в iTunes. И тут я могу сказать, в некоторой степени новато. Я не знаю, много ли писателей выпустили альбомы на iTunes. Это аудиокниги, только выпущенные в качестве альбома. У меня есть на русском языке, есть на английском языке. В Америке высшее, соответственно. Ну вот, и я решил, что так упаковать книжку будет достаточно удобно. И выглядит красиво. И читается хорошо. И потом отзыв Гребещикова на обложке тоже тогда совершенно обоснован. Но это дорогого стоит. Нет, почему бесплатно? Как это? Вы что? Нет, он от души. Обратим внимание, что в этот раз даже возрастной церковь у нас такой полегче. 16+, удалось обойтись, я так понимаю, все-таки без каких-то нецензурных выражений. И на ваш взгляд, все-таки выразительность языка от этого что-то потеряла? Конечно, потеряла. А продажи выросли. Поэтому я наступил на горло собственной матерной песни. Задушил ее в зачатке. И, собственно говоря, издал вот так вот. Насколько тяжело это удалось? Душить матерной песни? Это не мне, это редактор. Он вычеркивал слова, и все. Поэтому мне вообще никак не удалось. Я помню самую смешную ситуацию, когда... Мне как-то нужно было выступать в одном из регионов, в театре, где мне худрук сказал, что у нас совсем все тяжело в области с нецензурной лексикой. Я сказал, никаких проблем, пожалуйста. И бросил свою стенку просто рандомно все слова убрать и поменять их на какие-то похожие. Но он цензурный. Потому что я уважаю и требования тех, кто меня принимает. Ну и, в общем, определенную цензуру в стране не обойти уже. И что где-то подставлять на ровном месте? Не так, не просто. И моя системка, молодая девочка, спросила. Все поменяла, не знаю, надо, чтобы поменять слово «мзда». Ну да. Я сразу представил многообразие версии «мздюк», «мздить» и «мздец». Удачно можно обойти. В целом оказалось несложно. Если честно, нет, это оказалось несложно. Я, наверное, ну, 3-4 раза, если бы мне сказали, вот, можно расставить, я бы оставил. Это в тех случаях, когда это было необходимо. В остальных это были мои подростковые комплексы интеллигентного мальчика. Слава богу, я в бандиты не ушел, просто с ним не был знаком. А так вот мне хотелось материться. Ну, это нормальная вещь для человека, который вырос в семье, которая не практикуется. Спасибо большое. Дорогие друзья, если у кого-то, может быть, уже появились вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руку, и смешно можно будет спросить у автора то, что вас интересует. Ну, не все, что вас интересует, а про литературу. Мы обязаны на все отвечать. А, безусловно, да, дорогие друзья, главным поводом для нашей встречи служит новая книга, поэтому приятного ответить за литературный вопрос или вопрос о творчестве. Ну, кстати, из вопросов, на что можно отвечать, на что нельзя, я рад, что в театре еще пока можно делать практически все, что хочешь, в отличие уже от кино. И в театре Ермоловой спектакль будет следующий. Все дело будет происходить в 2037 году. В Москве введены нравственные суды, и людей судят за нарушение нравственных норм и оскорблений чувств. И вот книгу «Идеальный Че» ее судят. И вот это и будет спектакль об этом. Ну, собственно говоря, посмотрим на карту ей или нет. Но, тем не менее, повторюсь, в театре пока еще все достаточно вольготно. Александр, а все-таки возвращаясь к завтрашнему дню, к 23 февраля, дню подписания декрета обоснования рабочих крестьянской Красной Армии, к этому празднику, к этому празднику, это очень богатая история, но очень разные отношения, в том числе и в обществе. Безусловно, его так или иначе ценят, но все-таки для вас это сугубо профессиональный праздник или праздник такой общий мужской уже? Нет, ну это лучше. Слушайте, я поздравляю всех своих друзей военных, у меня достаточно. Ну, потому что в то время, пока я на военной кафедре, так сказать, дурака валял, они грозно штурмовали. Поэтому поздравляю я их, те, кто это заслужил. Или поздравляю там ветеранов других войн. Для меня это праздник исключительно военных. Поэтому я не считаю правильным, когда я начинаю с ним поздравлять. А обмен носками на 23 февраля, я считаю, это достаточно странная конфигурация. Вот, 8 марта, да, несмотря на то, что к основательницам 8 марта я отношусь скептически как к идеям. Но раз уж так сложилось, это дополнительный повод подарить девушкам цветы, то это надо выполнять. А в обратную сторону, на 23 февраля, я когда не ожидаю свой адрес. Никаких особенных действий, мне кажется, это праздник военных. Спасибо. Возвращаясь к книге, все-таки название, вот «Полузащитник Родины», такое немножечко уничижительное свое сочетание. Оно как у вас родилось? Расскажите, пожалуйста. А Господь разговаривает со мной, прицепки, начало название, по запросу, но за деньги. Да нет, слушай, как родилось, смешное название достаточно, и действительно его можно по-разному трактовать. Сначала так рассказ назвал про Славика, там есть рассказ, такой геополитический, мне кажется, в нынешней ситуации особенно он будет заходить. Но потом я его переименовал, стал называться «Самокатом», потому что в российской юриспруденции «Самокат» это ситуация, когда не очень чистые на руки адвокаты берут деньги за то, чтобы решить проблемы в суде, и никому ничего не несут, а ждут, как само вырулится. И если, соответственно, выруливаются, деньги забирают, не выруливаются, деньги отдают обратно. И на этом зарабатывает огромное количество людей. И вот там Славик довел это все до такого геополитических масштабов. И потом как-то подумал, что не очень понятное название будет, а я люблю, чтобы у меня были названия запоминающиеся. У меня в целом любая книга называется так, что ты точно не забудешь. И я этому очень рад. Соответственно, это название выстрелило. Судя по местам в рейтингах, оно выстрелило, потому что название, как ни странно, до сих пор является одним из главных факторов покупки книги. Хотя, повторюсь, там разная ценная вещь. Там хейт, для меня важен еще рассказ про ненависть в сети, когда мать затравленной девочке начинает мстить методами 90-х. Вычисляет хейтеров и убивать. То, что рано или поздно у нас может случиться в стране. Есть рассказ, и он же экранизирован с Викой Толстогановой в главной роли. Есть рассказ, который стал короткометражкой «Твою мать Иннокентий» с Аглой Тарасовой и Сашей Крутковым. Про девочек, которые отговаривают самоубийцу, комедийно отговаривают прыгать с крыши. Но здесь совершенно другая версия его, такая мистическая несколько. Ну вот, и здесь же рассказ, который стал либретто для балета в Мэйском театре, такого короткого балета. Вот, и что-то еще здесь, в общем, экранизированное много. Соответственно, я подумал-подумал, почему так не назвать. Но вот, зато теперь на всех встречах с читателем есть о чем говорить. Спасибо. Дорогие друзья, если вопросы у кого-то появились, пожалуйста. Да, спрашивайте. Добрый вечер. На ваш взгляд, что проще писать? Или не так сложный роман, полноценный, большой, или много-много маленьких рассказов? Это как в сексе. То есть быстрее лучше, да? Вол, я же. Смотрите, заметьте, это вы так сказали. Не я. Я ни разу не писал роман и не напишу роман. А. У меня нет этого таланта. Б. Мне это неинтересно. Соответственно, предполагаю, что роман написать гораздо тяжелее. Вот, если так, короткий ответ. Думаю, что тяжелее. Спасибо, еще вопросы были. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая мера вашего участия и интереса при постановке ваших рассказов? В театре? В театре и в кино. Никакая. Я специально не лезу. Вообще, до самой премьеры. Автор на сцене, как баба на корабле, понимаете, вот, в беде. Нет, должно быть единое началье. Как только я начну влезать, это все испортит. Единственный спектакль, где я достаточно активно принимал участие, это Бернсен за ЮССА, его ставила молодежь. И мне было важно донести, это про мое поколение, про поколение 70-х, кто родился в 70-х годах, и не все из них дожили до сегодняшнего времени по разным причинам. Кто-то погиб на войне, кто-то погиб по разборках, кто-то просто не дожил. И вот эта постановка про одноклассников 70-го года рождения. Было очень важно, чтобы какие-то вещи там были донесены. И поэтому я принимал участие. Ну, и то, не сильно. А уж точно я не полезу к Данилу Чащину, которую под руководством Константина Хабенского делают интуицию. Потому что они знают, что делают. И идеальный чедок, это же совсем. Я три раза переписывал пьесу, потому что Олег Евгеньевич Меньшиков говорил, переписывай. Это так мягко, но надо переписать все-таки. И когда я придумал эту конструкцию с московским нравственным судом, дальше я знаю, что там что-то придумывается. И музыка, и хореография, и вообще все костюмы. Я туда что-то не подхожу. В кино, если не я режиссер, так как это будет чрезвычайно редко, я снял короткометражку «Месяц Ксении Робопор» одну. И с Пашкой Медрой. Я снял еще одну, которая сейчас выйдет с Светой Хоченковой и с Надей Михалковой. Тоже не лезу. Более того, я даю менять финалы или содержание. Потому что это задача режиссера сделать кино. Так же они лезы беспринципные. И некоторые серии мне нравятся очень, а некоторые серии я бы сделал по-другому. Но это законченный продукт одного человека. Это очень важно. Поэтому, знаете, как они все говорят, вообще хороший автор – мертвый автор. Я изображаю мертвого. Александр, то есть получается, вы достаточно лояльно относитесь к радикальным отличиям, в общем-то киноадаптации от литературного первоисточника. Не совсем так. Я утверждаю изменения сам. То есть нельзя поменять сюжет без моего ведома. Это сделать нельзя. Потому что все равно припишут это мне. Мой бренд сегодня настолько уже достаточно узнаваемый, что если увидит автор сценария «Я», то они поймут, что «А, это он написал». И если там будет другой сюжет, то я его, естественно, не согласую. Но мне можно привести, как было, допустим, с Анакентием, с этой коротметражкой, и то, что режиссеры предложили, сказал «Да, давайте делайте так». Но это со мной согласовано. Там вот девушка была вдалеке. Спасибо, девушка, вдалеке. Да, спрашивайте, пожалуйста. А сколько я могу вопросов сказать? Смотрите, один бесплатно, и каждый следующий 500, потом 1000, ну и так дальше. Конечно. Какой у вас ваш свой любимый рассказ? Мой любимый рассказ? Ну, ваш. Да, я понимаю. Был всегда Мадо, а сейчас вот здесь свобода воли. Второй вопрос был Мадо. Рассказ, он фондируется на какую-то историю? Это чисто в вашей фантазии? Ну, нет. Я по-другому скажу. Я сначала его придумал, а потом я в него попал. Я бы так сказал. Но он же мистический абсолютно рассказ. Он же шаманский рассказ. А для кого у вас это был? А если вы будете? Не отвечу. Но в Перу я был, и все это проходил. И он, конечно, он частично про меня, в любом случае. Про переживание. Это человек, который борется с этими пороками. Ну вот. И я из него сделаю полнометражный большой фильм. И очень надеюсь, что... Наверное, он будет самый важный для меня фильм. Мы сейчас над ним работаем. А ты мой любимый? Ну да, он и для меня любимый. Потому что, во-первых, он мужской. Он абсолютно... То есть его не так часто девушки понимают. Мне очень радостно, что он вам нравится. Потому что он, конечно, про мужские переживания. Про то, как ты из трусости становишься смелым, а из смелого становишься чудовищем. И в какой-то момент он должен остановиться. Или ты станешь чудовищем. Вот. Ну вот. Поэтому он не всегда понятен. Вот. То есть это тот момент, когда ты сначала не дерешься, потом дерешься, а потом ты понимаешь, что можешь бить любого, а потом начинаешь забивать любого человека. Потому что ты это можешь сделать. Спасибо. Нет, третий вопрос, пожалуйста. В Петербурге вы в театр когда вы ходите? И куда если ходите? В театр? Нет, слушайте. Вы знаете, в Петербург для меня место, где я обязательно должен каждый раз посетить 4 адреса. Мама, папа, бабушка и бабушка. Это программа минимум. А есть еще 3 тоже адреса, которые обязательно. Это каждый раз, когда я приезжаю. Потому что если я не смогу их посетить, то начинаются терки. Я почему-то туда заехал, а сюда нет. Да, а в чем дело? Поэтому куда? Какой театр мне? Ну, нет. Я просто не успею физически. Поэтому я бы с удовольствием сходил бы. Я был здесь, я хожу к своим друзьям в МДТ иногда. То есть если там Даня играет или Ксюша, то я зайду посмотреть, если я попадаю. Вот последний я, по-моему, их смотрел сейчас. Гаммута. Да, Гаммута. Пожалуйста. Полторы. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, если есть. Да, пожалуйста. Александр, у вас потрясающий юмор. Я думаю, что вы все фанаты не только ваших творческих, но и ваших творческих. Хочу спросить, а где вы, каким источником юмора вы сами вдохновляетесь? Что там, КВН, Камедикланд, Телеграм-паналка? Это они мной вдохновляют. Нет, слушайте, да вы... Это нельзя, это не можете вдохновиться. Это либо есть, либо нет. Все, это Дар. Хорошо, а что у вас смешит? Ой, это... То есть Дар может отработать. У меня в детстве отрабатывался. Смех — это всегда защита. Чувство юмора — это всегда защита. В тот момент, когда ты не можешь ударить, ты шутишь. Вот и все. Это когда ты не можешь ударить. По разным причинам. Воспитание не позволяет. Не позволяет социум. Или что-то еще. Поэтому почему в Советском Союзе так была развита сатира? Ты не мог ничего в ответ сказать. Ты обшучил все вещи происходящие. И сейчас он будет развиваться активно. Гражданин не может ответить государству и начинает над ним шутить. Поэтому, если вы посмотрите, самое большое количество анекдотов, они будут все про власть. Это такой способ ответа. Поэтому смех — это всегда защитная реакция. Это никогда не бывает от счастья, я бы так сказала. Потом ты начинаешь этим пользоваться, конечно же, как афродизиаком. Потому что девушки уходят из клуба с теми, с кем они смеялись. И, соответственно, я, кстати, обожаю комедий клуб. Мне очень нравится, что они делают. Но не все, но многое, что они делают. Потом я люблю наши комедии зарубежные. Я много чего смотрю, и именно комедийно. Но все равно нет ничего смешнее в мире, чем «Бруссилин колец» в переводе Гублина. Вот все равно это самое смешное, что я просто помню, когда я отключил, и три часа я не прекращал смеяться. Такого не было в моей жизни больше никогда. И потом, когда мы познакомились с Димой, всячески уже и дружили, и общались, и я подумал, что все-таки у человека есть такой тоже дар. И он и в жизни такой. Поэтому, когда он читает мои рассказы, я тоже очень рад. Но не переводит, уже хорошо. Ну, возможно, это коллаборация будущего, на самом деле. Да. С Димой Юрьевичем. Гоблин дорогой его, пожалуй, коллаборируешь. Скажите, пожалуйста, у бренда Александра Цыпкина у него уже огромное количество различных каналов коммуникации со своей аудиторией. К ним относятся и выступления, в том числе в театре, и кино, безусловно, и ваш инстаграм, и другие социальные сети. Вот, в том числе и также тексты, конечно же, и встречи вживую с аудиторией. Вот какой канал коммуникации для вас, как именно специалисты по коммуникациям, сейчас является самым интересным? А какой, возможно, тоже, возможно, другой, все-таки наиболее энергозатратным и трудозатратным для работы? Хороший вопрос. Ну, конечно, Инстаграм сжирает время. Вот, и это всегда некий такой договор с дьяволом. Вот, потому что, ну, ты понимаешь, пост в Инстаграме стоит столько, сколько... Мне за него платят столько, сколько могут заплатить иногда там за... Ну, не за серию, но за полсерии. Ну, это огромные деньги для любого вменяемого человека. Это странно. И когда их предлагают, я понимаю, что я не могу от них отказаться, потому что у меня много людей, которые я хотел бы по возможности обеспечивать. Вот. И это всегда договор с дьяволом. Потому что вместо того, чтобы, условно говоря, писать какой-нибудь новый сценарий, ты развиваешь свои соцсети, потому что там это деньги из воздуха. И, с одной стороны, дальше ты начинаешь постепенно погружаться. Потом это самый такой нескончаемый дефамин. Потому что там же одобрение. Одобрение... Ну, соцсети — это наркотик. И такой очень тяжелый наркотик. Ты сделал, и тебя похвалили. А чего нам не хватает? Тебе поставили лайк, тебе поставили комментарий. У тебя много раз похвалили. Тебя похвалили 10 тысяч раз. И каждое такое, это так, в голову кап, кап, кап. Это люди придумали гениально, конечно. А когда еще за это деньги платят большие, то это вообще невозможно отказаться. Ну, то есть, как бы, если сравнить с другими наркотиками, то там ты здоровье портишь, а здесь как бы ничего, тебе еще деньги платят. Ох ты, ничего себе. Ну, вот. Потом... Не, ну, конечно, выступление в театре, когда ты читаешь и читаешь искренне, и ты переживаешь этих героев. То есть, каждый раз, когда ты читаешь Мадо, ты их действительно закапываешь живьем. Ты действительно это делаешь и слышишь, как они дышат. Ты не можешь по-другому, тогда это будет некачественное чтение. Потому что удержать человека, удержать зрительный зал одному, а иногда, наоборот, тысячи человек, с листом бумаги, это непросто. Это прямо непросто. Это должен быть текст, и то, как ты его исполняешь, должны людей удерживать. А сегодня это очень просто. Ты видишь, хоть один влез в телефон или нет. Если влез, значит, ты не держишь зал. А это темный зал, ты сразу это видишь. Ты сразу видишь, держишь ты зал или нет. Это не то, что ты в зал ушел, просто в телефон влез. И, соответственно, ты два часа в таком напряжении. Держишь, не держишь, потому что это даже важно. Это, ну, это круто. Сказать, что у меня что-то такое совсем энергозатратно, а самое энергозатратное, это писать, как ни странно. Потому что все тексты в голове. У меня в голове там три книжки есть. Мне просто за подлогой сидеть из головы и выкладывать. Если бы можно было в систему, которая... Это технически нужно сидеть и пальцами там тыкать. И это очень не хочется. Вот это самое ленивое. Или тебе нужно... Я обожаю писать диалоги. Но я не люблю описание все там, куда он пошел, какого он был. А это в книжке должно быть. И я диалог прописываю, а потом я сижу вымучиваю. А при этом он посмотрел там туда-то. Че ты там уж, болинка. Кто бы за меня это все сделала. Вот это прям достает. Да, пожалуйста. Есть приемомочки? Да. Почему не воспользоваться этим? Не работает. С языком не работает. Сразу провал. Пробовал. Пробовал устроить рабовладельческую империю, не работает. У меня замечательные коллеги по сериалу «Беспринципные». Но они пишут свое, я свое, и мы как-то сочетаем вместе. Но это не то, что я тебе идеи набросал, а ты напишешь. И в кино еще как-то, а в театре, например, не получилось. В инстаграме. Тем более. Это еще и, поймите, это некая, как это ни странно, некая мистическая вещь. Вот, допустим, я одни и те же тексты пишу в инстаграме и в фейсбуке. В инстаграме пишу, и там отвечаю, а в фейсбук перепост делаю. И у меня в фейсбуке перестала расти аудитория, в инстаграме вот так, вперед. Не работает. Сеть — это абсолютно осознанная сущность. Сеть. Это без всякой там мистики или что-то еще. Это же огромный организм, который есть везде и нигде. Ты же не можешь понять, где этот инстаграм сам находится. Миллионы людей у него увлечены. Он живет своей какой-то жизнью уже. Вот, поэтому ты там не можешь его делегировать. Уж точно, как только ты делегируешь, так ты потеряешь рекламодателей. Потому что все рекламные посты я пишу сам, я придумываю интеграции, я придумываю их смешные, веселые, чтобы это было круто. Я это работаю с брендами, я это умею делать. Ну, потому что, повторюсь, это финансовая независимость. Это тоже не делегируешь. Администрирование, да, можно что-то там, как техническую вещь. Возможно, но так написание не... Но потом, ты моя ключевая компетенция, ее передашь и рухнет. Пожалуйста. Александр, вам больше нравится первый или второй сезон? Второй. Почему? Второй. Ну, во-первых, то есть, я даже сказал, конечно, второй. Первый сезон, это был вообще такой разогрев. Разогрев пройдет, не пройдет. То, что первый сезон, яролаж на тему сувружеских измен. Все. Вот во втором сезоне мы взяли все болевые московские точки и высмеяли их. Психологов, увлечения им, эзотерику, масштабно, по всем линиям прошлись. Какие-то еще вещи. Потом восьмая серия, она лирическая. Первый сезон, лирики не было. Восьмая серия, она вся такая, она про любовь, про настоящую, поэтому, конечно, второй. Скажите, кто ваш любимый персонаж? Это некорректно. У меня шизофрения, поэтому у меня в разное время разные персонажи. А потом я скажу персонаж условной веры, Наде Михалковой. Ну, это чисто. А это вылиться в сеть. Мне обязательно не можно сказать. Прощайте, Сыткин. Знаешь, все. Не приходи ко мне больше на пирог. Вот. Зачем мне такое? Да. Сделать наоборот, то же самое произойдет. Не, не надо мне такие вопросы задавать. Вот. Пожалуйста, спрашивайте. Александр, как вы думаете, вот, вот, сейчас, передающим вопросом, зависимость, вот, в плане получения одобрения, связанная ли как-то вот с культурным кодом, с тем, что было испытание в СССР, и уже этого одобрения было недостаточно? Нет, это же везде в мире работает. Это никак не связано с СССР, это связано с человеком. На соцсеть заразило всех. Абсолютно все туда сели. В любой стране мира, как только она появляется, она сразу захватывает умы. Люди начинают там жить. Там множество причин, помимо одобрения. В соцсеть даете возможность ненавидеть, безнаказанно. В 90-е за это могла пуля прилететь, а тут пиши, что хочешь. В соцсети позволяйте жить разными жизнями. Ты зарегистрировал аккаунт, и ты в нем не мужчина, а женщина, допустим. И ты ведешь его. Ты там не бедный человек, а богатый. Или наоборот. И ты там делаешь все, что ты можешь таких аккаунтов иметь 5-6. Мы просто не знаем, что это происходит. А потом ты знаешь, что человеку три аккаунта, говорит, ну да, мне так нравится, развлекаюсь. Гол, ты ничего себе. Поэтому, конечно, сеть. Потом сеть, это же бессмертие. Это же аккаунт будет вечен. Мы умрем, а он останется. Вот это, мы психологически так, побеждаем смерть, в том числе. Поэтому, это, конечно, великое изобретение и великий соблазн. Поэтому, кстати, он масштабнее, чем Советский Союз. Вот в чем дело. Советский Союз, 70 лет мировой истории. А это перевернуло всю мировую историю. Пожалуйста. Пожалуйста. Сильно ли вам мешает сейчас новая рейтика при создании фильмов, книг и вообще при написании? Заморачиваетесь ли вы по этому поводу? А, так в России ее к счастью и к несчастью пока нет. И, соответственно, за рубежом сильно мешало бы, да. Я думаю, что просто меня бы заканчили бы. А в России это не имеет никакого отношения к продаже. Наше общество абсолютно равнодушно с этой точки зрения. Нас всем на все положить. Вот абсолютно. Покупает, если нравится, или если не нравится. Нравственная ценность продавца никого вообще не волнует. А в Европе по-другому. Ты можешь потерять деньги. То, что вся новая этика и ее победа строится на том, что это про деньги. Это не про этику. Это про суды потенциальные и про то, что там действительно человек не пойдет и не купит. А у нас это же кейс вкусвилл, он достаточно известный. То, что они в один день против себя настроили и гомофобов, и тех, и тех. В один день. Только это никак не повлияло на их продажи вообще. Ну, если вы не заморачиваете, что вы рекламодатели, что если вы там что-то пошутите грубовато по поводу женщин, то вы... Нет. Смотрите, я создал уникальную замкнутую экосистему. Мне вообще никто не нужен. Я сам пишу текст, я сам арендую зал, если мне надо, ну, с партнером, с продюсером. Я сам рекламирую и сам продаю билеты. И сам читаю. Я вообще независим. То есть для того, чтобы... я независим ни от государства, ни от бренда. Нет того. То есть я всегда, пока меня, ну, совсем не... Пока меня в тюрьму не посадят, условно говоря. Да? Потому что запретят мне выступать в театрах, ну, я выступлю в квартире. Да? То есть я... В этом смысле слова социосистема абсолютно независимая. И очень этим горжусь. Именно потому, что я всегда был заточен на коммерческий успех, и я знал, что когда-то он мне обеспечит свободу. Поэтому, ну, откажется от меня бренда, ну, окей. Вообще, ну, они есть сейчас хорошо. Я богатый человек. Не будет у меня брендов. Я буду все равно по российским меркам очень состоятельный. Ну, вот. Опять же, богатый по таким обычным меркам. Олигархом я все равно не стану. Даже если я напишу про мужчин, про женщин так, как нужно бренда. Вот. Поэтому я пишу то, что думаю. В свое время там написал 10 свобод российской женщины. Это был очень феминистический текст. А сейчас периодически пишу, что есть перегибы в новой этике. Это неправильно. Потому что я так думаю. Вот и все. Александр, вы достаточно часто говорите о том, что вы много работаете помимо непосредственно творческой деятельности. И вы, и многие другие творческие люди, они вынуждены после творчества также заниматься в том числе и коммерческой деятельностью, то есть продвигательным продуктом, развивать. Мы рады этому. Ну, этому рады, но это те, у кого это получается и у кого действительно это органично заходит. Вот. На эту тему хотелось вопрос сформулировать. А вот в современных вот этих вот волчьих реалиях того же самого маркетинга, допустим, талантливый творческий человек, тот же литератор, но без вот этой вот какой-то коммерческой жилки, без умения себя продать и представить, он абсолютно обречен? Нет. Или все-таки кто так может успешно творить? Смотрите, сегодня благодаря соцсетям, как раз никто не обречен. Потому что если у тебя качественный текст, то ты рано или поздно получишь свою аудиторию. И к тебе придут коммерчески ориентированные люди. Может быть, ты заработаешь меньше просто, но нет, понятно, что ты придешь, тебе говорят продюсера, а ты их обматеришь, ну, будет странно. Да, или к тебе продюсеру скажут, а можно мы купим права? Говорят, да, можно, но вы должны поставить слово в слово все. А понятно, пока. То есть, ты должен как-то по-человечески с ними общаться. Но в целом поэтому сегодня с этой точки зрения творческим людям проще. Мне кажется, по крайней мере. Спасибо большое. Да, пожалуйста. А вы не встречаетесь по тем временам, когда вы признался позабываете? Еще раз. Когда вы признался по временам или по тому, чем я занимался? По тому, чем вы занимались. Нет какого. Знаете, когда вы захочешься в что-нибудь посмотрите в какую-нибудь рекламу и вот сюда, вот туда, и дальше думаешь, вот, интересно. Это ж, как мне голова тогда болела после этого. Этот образ жизни у меня, это же не просто мы разыгрывали в казино острова. У меня вся жизнь такая была. И я очень рад, что я вот сейчас успокоился и занимаюсь совершенно другим. Вот все, мне есть что вспомнить на четыре жизни. И поэтому еще раз туда возвращаться я уже столько могу не выдержать. Мне и так повезло, что я оттуда живой вышел из всего этого замечательного разгула, я бы так сказал. Поэтому нет, я все. Не скучаю. Я скучаю по тем временам в стране. Да, по тем временам в стране скучаю, наверное. Но... у меня не бывает такое прошлое собинаешься, когда это такой драйв. Я вам скажу, нет больше драйва, когда ты выходишь на двухтысячный зал. Это вообще... То есть это ни с чем не сравнимые эмоции. Ни с чем. То есть вот это и остров никакой не сравнится, и все злоупотребления, и любые препараты, и все остальное. Вообще. Я понимаю людей, которые по этому скучают. Вот когда это кончится, вот тут да. Вот когда это закончится, когда популярность моя пройдет, или я там по разным причинам не смогу вот так этого делать, вот это будет ломка. А вот это следующий вопрос. Да. Вы, получается, ну, катарабы все равно выступаете, вы кайфуете, вы движаетесь в такие залы, да, когда мы видели... Прямо в данный момент. Это прям видно. Конечно. Видно, что вы кайфуете это. Это очень круто. Но, а что дальше? Просто придет какой-то момент, как вы же сами говорите, вы не боитесь вот этого, что потом в какой-то момент ну, вам придется идти достаточно со сцены. Понимаете, первое, я вообще не боюсь. Это раз. Это первое. Иначе я не зашел бы на сцену. Потому что... Вы понимаете, что не говоря о том, что многие ломаются. Потому что многие актеры, допустим, ну, действительно, мы видим крушебные... Не боюсь. Ну, во-первых, я начал это в 40 лет. Потому что понимаете, да. Это раз. Я буду делать что-то другое. Поэтому, ну, для того, чтобы этого бояться совсем, нужно представить, что я попаду в ситуацию, там, парализованности или что-то еще. Ты начинаешь, чтобы бояться, тоже подруги. Когда ты парализованный, тебе не до того, что на сцену быть не может. Ты до туалета бы дойти уже счастлив. Вот. Поэтому нет, этого я не боюсь. Я боюсь катаклизмов в нашей стране. Абсолютно четко могу сказать, что когда нынешняя власть уйдет, нам могут ждать очень непростые времена. Этого я боюсь. Вот. Буду делать все возможное, чтобы быть востребованным по всему миру. То, что я перестану быть там, слава знаменитым, уже не так сильно боюсь. Если потом не смогу так заряжаться, то по-другому буду заряжаться. Как только ты понимаешь, как заряжаться от других людей, как это технически работает, как только ты физически можешь включить тумблен, тебе не важно, где ты это делаешь. Ты можешь заряжаться от конкретно одного человека, да, ты просто умеешь что делать. Вот. Да, тысячи заряжаться проще. Но ты отдаешь больше. Вот. Поэтому нет, не боюсь. Но думаю об этом. А не хочется себя клонировать потихоньку? Клонировать? Я не знаю, да, чтобы обучать. Ну и просто я смотрю, что вы сейчас говорите, что у вас зацепление, да, он идет, вы один, вы кайфуете от этого. А не хочется, допустим, что-то, масса, все, я не знаю, просто лучше. Объясняю сейчас вопрос абсолютно по делу. Так это сейчас и происходит. Постановки в театрах, это и есть клонирование. То есть я, значит, приду к ситуации, когда каждый день в России в 10-15 театрах будет идти какая-то моя пьеса. Вот я буду сидеть, курить дома, бамбук, а мне будут приходить оттуда авторские. Это такой мастер-план. Для этого, не для этого, конечно, но в том числе я сделаю все возможно, чтобы выиграть спектакль в Москве или где-то, 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 либо еще. Учеников нет, не сработает, харизму не копируешь. Я отношусь к себе с пониманием, что я могу, что я не могу. И, соответственно, это не скопируешь. Она вот как есть. И, соответственно, слава богу, меня окружают актеры, в которых она тоже есть. С молодежью я очень плотно работаю, с молодыми актерами. Она у них тоже есть. Но я же в любой момент могу в бизнес вернуться. Для меня дело в том, что я не совсем такой стандартный творческий человек. Я не считаю бизнес чем-то унизительным или неправильным. Мне нравится. То есть мне вполне, может, такого же азарта будет заниматься каким-либо бизнесом, вообще не связанным с творчеством. Поэтому клонировать нет, а понять, как это будет дальше работать. В принципе же, я за время ковида же все перестроил. У меня сейчас уже чтение вообще не самое важное, мое составляющее. у меня куча фильмов, у меня театры, у меня реклама, что-то еще. Я просто понял, что ковид, и понял, что в это время либо ты перестроишься, и тогда ты резко выстрелишь, либо ты просидишь просто в ковид. Когда следующий вопрос начинается? А вы вот сейчас, допустим, вы дошли до того, что ваши дети это ваши эспектанты, это же фильм принципный, который нашумевший? Нет, это просто мои творческие вещи. Это не надо сравнить с детьми. В любом случае, получается, это частичка все равно, которую вы падаете, согласитесь? Конечно, да. Получается, вы больше кайфуете от чего? Когда вы видите их успех, или как раз, вы все-таки же выходите и видите свой успех, когда сидит полный зал? Ну, я человек, который соткан с тщеславием, поэтому, конечно же, свой. Я вообще не смог бы стать сценаристом, которого не знают. Если бы люди не знали, что беспринципный мой сериал, я бы взорвался бы. Просто мне разнесло бы по всей Москве на куски. В смысле вы не знаете, что это мой сериал? Поэтому, это у меня невыносимое ситуация. Я на самом деле сначала посчитала с твоим сериалом, но мне стало интересно, кто же его написал, и только после этого я узнала. Поэтому, конечно, нет. Я вот сидящий в тени, человек, которого никто не знает, нет, это я вообще не могу. Вы что? Скажите, пожалуйста, бывает ли у вас только узнавения, как-то отравится из ваших рассказов, ваши политические мнения о том, что происходит в стране, либо лучше не касаться вообще? Я отражаю, во-первых, ну, Московский нравственный суп, 2037 год, достаточно поползновения, чтобы отразить. Вы знаете, во-первых, я как могу стараюсь отражать в социальных сетях, но с тем, что позиция центриста, который понимает, что у действующих власти есть положительные стороны, есть отрицательные стороны, есть реальность, что мы живем в империи, и она живет по законам империи, а они очень жестокие, и по отношению к жителям империи, и по отношению к окружающим. И эта позиция настолько со всех, кто там критикуется, что думаешь, ну, окей, я подумаю. У меня там есть четкая позиция по рядному направлению. Мне за антисоветизм это пролетает бесконечно. И то я стал, после определенного количества прочитанных книг, стал воспринимать, что в Советском Союзе было не все так однозначно плохо, как я считал. Что там были вещи, которые я не хотел бы назад, но тем не менее не уважать некоторые позиции конкретные. Ну вот, поэтому, а потом политическая вещь, она же исходит исключительно из человеческих. Мне гораздо интереснее разобраться в человеческом поведении, которое, в свою очередь, отразится в политике. Потому что для того, чтобы изменилась политическая ситуация, человек должен измениться в первую очередь. И вот мы людей, и каждый сам, и любой человек из нас чуть меняем. Как только внутри человека света будет чуть побольше, так и будет меняться политическая ситуация. А как ее отражать, а потом я не могу сказать, что мне есть однозначно, что мне никак ее отражать. Отражать можно... Не, нет, я понимаю, это я как раз и не боюсь. Я имею в виду, что я не берусь сейчас судить, она хорошая или плохая, и как конкретно к ней относиться. Я повторюсь, у меня очень трезвый взгляд на происходящее в целом в мире. В целом в мире становится хуже. Весь мир катится в тоталитаризм с огромной скоростью. Вот демократия себя не оправдала. Она... Все. С ней не получилось. Надо признать. В силу того, что, как оказалось, когда равные голоса у человека необразованного, у образованного, то масса необразованных выбирает людей, которые интересны. Вот, соответственно, что будет дальше, мы не знаем. Людей очень много. Тотальное неравенство. Тотальное неравенство. Миллиард живет хорошо, семь плохо. Готов ли я принять эти семь миллиардов в своей квартире? Каждый из нас готов и нет. Поэтому все рассуждения о несправедливости мира упираются во то, что ты сам лично готов в своей квартире разместить 10 беженцев. Нет? Какие еще вопросы? Я не знаю, что делать с получивым кораблем из Африки, которые плывут в Италию. Я не знаю, что с ним делать. Один, а если их миллион? Я не знаю, что делать итальянцы. И мир вот в такой ситуации. И выступать моралистом глупо, потому что выступать, потому что ты, а что делать-то конкретно? Ты упираешься в то, что ты начнешь пропагандировать вещи, в которые ты сам особенно не веришь. Вот большевики пытались вырезать 5 миллионов человек, попробовали нового человека создать. Не вышло. Только людей положили. Поэтому сказать, что конкретно, хоть чуть-чуть человек подобрее станет, а я надеюсь, что он после моих рассказов становится хоть чуть-чуть добрее. Уже будет немало. Отражать поэтому политическую ситуацию как что? Как хорошую? Странно. Как плохую? Тоже странно. Как какую? Я бесконечно эти споры веду. Мы сможем оценить сегодняшнюю ситуацию через 30-40, какая она на самом деле. Хорошая или плохая. Поэтому вот и хочется, наверное, вот так. Если так коротко. Пожалуйста. Сейчас. в первом году электрон заметил, что географическая сексальная мобильность людей имеет один побочный чувств, что виболее в определенных страхах. Да. А потом в 70-е годы он написал, что дедство от свободы. Что он написал? Дедство от свободы. То есть там он показал, что возникновение авторитаризма неизбежно. И такие теории, как общен в чем-то выводят. Роберт Аксин говорит, что авторитаризм это массовое движение. И он предупрекает саму демократия правой Ну вот мы же к сожалению можем наблюдать определенные к сожалению раскид результатизма казалось бы уже в колыбели демократии в США. Потому что отсутствие презумпции невиновности а сейчас это так. Но этика в ее будучи правильной по сути естественно привела к уничтожению базового правового института презумпции невиновности. Это могу сейчас достаточно обоснованно говорить периодически беседовать с американскими друзьями. Там есть кто в соцсетях пишет что ты условно я сделал какое-то совершил преступление какое-то и преступление просто поступок неверный. Тебя сначала уничтожают увольняют с работы а потом через два года ты доказываешь что этого не было. И никто не спрашивает так это или нет. Соответственно там вот такая его форма. Но во всех остальных странах я уже вообще молчу. И вот мы к этому идем. А может быть указано выше причин ограничены во всех своих шансов и в будущем когда здесь бороться нет всегда смысл человек нет мессии нет мессии в каждом человеке человек рождается с одной задачей чтобы внутри него возможно как-то непатетически звучит но тем не менее если одна задача чтобы свет внутри него победил тьму все это его задача на каждую жизнь родился повоевал внутри умер снова родился снова повывал снова вот вот и вся задача а в каких обстоятельствах воюют ну вот стараются же все-таки мы так или иначе потихонечку стали лучше жить но мы сейчас живем без войн как-то ни странно благодаря ядерному оружию поэтому настоящих войн нет потому что все боятся не было бы давно уже поэтому мне кажется надеюсь это будет происходить но мессия один пришел что с ним сделали его прибили гвоздями к дереву и повесили на солнце вот собственно говоря со следующим боюсь может такая же ситуация произойти вот они приходят что-то не согласен я предлагаю под конец все-таки встречи нам надо потихонечку переходить уже к автограф сессии на какую-то более позитивную ноту сезону и вот все-таки руки дар вы все начали да пожалуйста думской рубенштейн конечно рубенштейн но думская вообще синяя улица невозможно Я вообще синие вечеринки не любил, я любил другие вечеринки, поэтому алкоголь очень агрессивный. Люди напиваются и начинают балагурить, поэтому Думскую никогда не любил, хотя потом она появилась чуть позже, а потом Рубинштейна, нет, я же в другом вырос, там форты вот это все было, Клуб Порт, это да. Мне уже скоро 50 будет, вы что? Конечно не скажешь, я же сплю в холодильнике. Александр, выбирайте руки. Да, пожалуйста. Я очень люблю этого писателя и регулярно получаю такие сравнения, которые для меня конечно же лезть, мне кажется, скажем так, не то что необоснованное, но мне еще работать и работать мне в этом направлении. А он, автор прекрасный, мне кажется, я не такой тоскливый, он вообще безнадежный, а у меня какая-то надежда есть. С проблесками, да? Да. Ну конечно, слушайте, но он человек не очень несчастный своей судьбой, выброшенный из страны, не достигший успех у читателей, при этом гениальный автор. И он конечно владеет языком лучше, чем образы. Ну спасибо, да, спасибо. Но мне кажется, что, скажем так, основная задача в моей книжке, чтобы человеку стало легче. Вот и я регулярно получаю такие отзывы. Спасибо большое, нам было не очень хорошо, стало очень хорошо, у меня было хорошо, стало еще лучше. Вот, спасибо большое, да, безнадежный же рассказ. Тут есть, да. Стараюсь, да. Вот, кстати, в Америке бы этот рассказ заканслили бы. Сексизм, еще что-то, поощрение эксплуатации женского тела, я бы устал, честно говоря, отстреливаться. Я, во-первых, никогда не говорил, что я не сильно религиозный, я как раз людей призываю верить хотя бы во что-нибудь. Поэтому мне не нападают, а что на меня нападать-то? Ну, на меня нападает в большом количестве, просто я этого не знаю. Я живу в вакууме собственной неповторимости и гениальности, потому что я блокирую всех недовольных. У меня конкретно в моем инстаграме жесточайший террор, у меня там настоящий 37-й год. Ты слово не так сказал, ты подумал не так про меня, и тебя уже заблокировали. И все, кто лайкнули эту мысль, тоже заблокировали. И их друзей тоже заблокировали. И поэтому у меня вот уже недовольные появляются раз в месяц, случайно. Да, я жду его, я оставляю как эту приманку, какой-нибудь комментарий. Я с вами не очень согласен, Александр. Я говорю, хорошо, я жду всех, кто лайкнул. Потому что, знаете, троцкисты, они остались, видимо, их 300 тысяч. Да, и всех их с копом. Потом начинаются жалобы, вы случайны меня, и меня кот нажал на кнопку. Это не я, вот, простите, пожалуйста. Вот, я никого не прощаю. Вот, и тут я понимаю, какую бы я сволочью стала, если бы я был главой государства. Слава богу, что у меня власти нет. Я бы, я поверю, я не шучу. Ты вообще перестаешь допускать их на мысли, как только это касается тебя лично. Это гений и недооцененный гений русской литературы. Именно русской литературы. Потому что он, в моем мнении, талантливее и Довлатова, и большого количества. И с точки зрения владения русским языком и способности уместить мысль в минимальное количество слов, ему равных в стране нет. А тем не менее, вот там, скажем так, в пантеон великих русских писателей, его не зачисляют, не заслуженно. При том, что он должен там быть. Вот такое мое к нему отношение. Да, пожалуйста. Вас бы сказали, если у автора классных текстов, аудитория к нему придет. Да. Тексты. А сейчас тренд на видеоконтент. Вот вы все думаете, что на лучший текст, видеоконтент? Нет, ну слушайте, если бы я сразу не ушел в YouTube, а мои рассказы сразу же были прочитаны и выложены в YouTube, то я бы здесь сидел в присутствии двух людей. Безусловно. Потому что, ну, я достаточно популярный в стране автор. Я вложил в маркетинг огромное количество ресурсов, своих собственных сил, концертов, звезд. И вот со всем этим набором я продал, ну там, может, полумиллиона книг. И то, по-моему, полумиллиона еще не продал. Ну, то есть смешная цифра. А ролик, Данила Козловский читает «Томатный сок», посмотрел 5 миллионов. Ну, то есть это первый тот ролик еще. Вот 3 миллиона здесь, 2 миллиона. То есть, понимаете, за 5 лет я так и не продал книг, столько, чтобы брать один ролик. А совокупно, я думаю, роликов, сам посмотрел, уже там, не знаю, миллионов 40. Ну вот и все, что мы говорим о литературе. Поэтому, конечно, видео. Безусловно. Вот в разном формате, да. И сериалы, сегодняшний «Толстой война и мир» — это сериал. Просто тогда не было телевизора. Он и выпущен, как сериал. 4 сезона, куча героев. Ну, это что, он выпускался посезонно. И все ждали, когда выпустят сезон. Просто сегодня зачем, если есть телек? И все там, и все гении уходят туда. Потому что сценарии самых крутых сериалов — это шедевры. Современного владения словом. Да, пожалуйста. У-у-у, гореть в одном, а тут. Спасибо. Значит, что, и продвижение? Да, продвижение. Через соцсети? Смотрите, я же могу только объяснить свой путь. Вот, я удивляюсь, почему по нему все остальные не пошли. Он же очень простой. Ты выкладываешь тексты в сеть, потом ты договариваешься с актером, который их прочтет. А это, слава богу, у нас много талантливых актеров. Записываешь это на видео и начинаешь сеять везде. И это выстреливает, если текст хороший. Ну вот все, больше ничего не могу предложить вам. А каких знаменитых вы хотите? Ну, чем более знаменитый, тем лучше, ну да, мы даже можем, менее знаменитым. То есть это все уже, когда я это начинал, в это никто не верил. Никто не верил, что это возможно, просто стоять на сцене с листом бумаги, читать, рассказывать, что это зайдет. Это просто, ну, в смысле, в 21-меке так не будет, это в 70-е осталось. Ты что, Жванецкий последний? И то, ты еще драму хочешь читать? Ты идиот. Вот, сегодня, когда это я объяснил, что это работает, когда я создал этот рынок, по сути дела, пожалуйста, welcome туда. Почему туда никто не приходит? Это самое, вот я вообще до сих пор удивляюсь. Это самый экономически рентабельный рынок, потому что ты один, тебе не нужно весь театр вести в Красноярске, ты один туда приезжаешь. Ну вот, актерам не надо учить роль, они просто читают. Мы репетируем, естественно, это очень просто. Почему туда все не идут? Для меня удивительно. Вот. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо большое, много людей, нам надо потихонечку переходить к автографам.